Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферах, состоявшихся в российском футболе. И сосредоточимся на московском локомотиве, который подписал Франсуа Камано, экс-игрока Бордо, футболиста сборной Гвинеи, который теперь примерил на себя красно-зеленую форму. И давайте порассуждаем, насколько он хорош и каким образом локомотив будет играть с этим футболистом. Просто напомню, несколько недель назад я уже выпускал ролик касательно данного игрока и там я разбирал его плюсы и минусы. Поэтому здесь я повторяться не буду, просто оставлю в комментариях ссылку на данный ролик, чтобы вы могли ознакомиться с моим мнением. Ну а здесь, в этом видео, я порассуждаю о том, как поменяется локомотив с приходом данного футболиста и как красно-зеленые будут теперь играть. И что очень важно, каким образом вообще будет строиться команда, учитывая то, что у них сейчас явный переизбыток легионеров. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал Pegasbet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике, проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Итак, начинаем с условий трансфера. В принципе, здесь стоит отдать должное. Локомотиву они неплохо поработали. Они купили и игрока за 5,5 миллионов. Ну а, во всяком случае, Transfermarkt обозначает именно эту сумму. Учитывая то, что данный сайт немецкий, Transfermarkt, оценивает игрока в 8 миллионов, можно говорить о том, что сделка вышла достаточно успешной. Более того, французская пресса до официального подтверждения перехода Камано сообщала о том, что Бордо требует 7 миллионов за футболиста. Ну и еще в качестве такого лейтмотива всей этой сделки хотелось бы напомнить, что парочку-троечку сезонов назад Монако был готов купить Камано за 15 миллионов. Поэтому здесь, в принципе, Локомотив удачно подсуетился. Потому что Камано по-прежнему относительно молодой футболист, 24 года. А стало быть, есть время для прогресса, есть время для того, чтобы футболист как-то перезапустил свою карьеру. То есть он еще может прибавить. Но при этом у него последние годы были неудачными, поэтому его трансферная стоимость несколько снизилась. И получается, с одной стороны, взяли футболиста достаточно дешево, взяли футболиста, который сейчас сбавил в плане цены, но при этом в дальнейшем он еще способен вернуться на более-менее высокий уровень. Потому что, повторяю, 24 года это не критический возраст. Ну и хотелось бы отметить, что на своем пике Камано был действительно очень толковым футболистом. И вместе с тем же самым Малкомом, небезызвестным, они создавали очень мощный тандем на флангах атаки. Менялись местами, путали соперника своими перемещениями. В общем, любопытная такая была пара крайних хавбеков. Оба скоростные, оба маневренные, достаточно интересно бьющие. Оба они, скажем так, в стиле робана смещаются в центр и наносят удар в обводочку. Короче говоря, здесь в каком-то смысле, получается, Локомотив покупает Малкома на минималках. Хотя футболисты, конечно, несколько разные. И теоретически он может еще, повторяю, вернуться на поличный уровень в последнем для себя. В таком, знаете, более-менее хорошем сезоне. Он забил 13 мячей в 51 матче. Хороший показатель для Вингера. И было это, получается, год назад. Вот прошлый сезон французский, неудачный для Камано. А до этого было относительно более-менее неплохо. То есть, есть в этом определенный смысл. И, в принципе, сделка, казалось бы, удачная. Но возникает целый ряд вопросов. Во-первых, что теперь с легионерами? У Локомотива на данный момент, я понимаю, у них уже 11 зарубежных исполнителей. И ладно, с некоторыми можно разобраться. Ротенберга перевести в дубль. Пускай этот золотой мальчик играет там, на уровне Казанки. Или еще кого-нибудь будет там легендой-ветераном. Можно избавиться от некоторых других исполнителей, которые сейчас не приносят особой пользы. Например, Джорджевич, вполне возможно, Кверквелию продадут или отдадут на правах аренды. До сих пор непонятно. Слухи есть про Ротер. Правда, как-то там все затянулось. Жоллединова Узбека могут отправить на правах аренды. Пропитываться опытом. Но, в любом случае, даже так получается явный переизбыток иностранцев. И главное, зарубежные футболисты подписываются такие, которые далеко не факт, что усилят команду. Вы меня простите, Райкович, который провел несколько сезонов в серии Би итальянской. Это что, это реальное усиление? Камано, который однозначно провалил прошлый сезон, и которому очень много вопросов было во Франции. Это тоже далеко не факт, что стопроцентное усиление. При этом хотелось бы отметить, что Камано подписывается на ту позицию, где игроков достаточно много в локомотиве. До сих пор оба Миранчука в составе красно-зеленых. И пока что не подтвердили информацию ни об одном трансфере. Ни о переезде Алексея, ни о возможном трансфере Антона. Потому что слухи есть и про того, и про другого. Конечно, про Алешу больше информации, больше сообщений. Но и про Антона тоже есть определенные такие интересные информационные сводки. Но так или иначе, они оба в составе. Есть же Малединов. По-прежнему здесь есть и другая интересная поросль. Молодая поросль локомотива. Рыбчинский, Тугоев ждет своего шанса. Рыбчинский шансы получает и великолепно ими пользуется. Зачем подписывать иностранца? В условиях вот этого сумасшедшего нового лимита. Максимум 8 зарубежных футболистов. Зачем брать на позицию того же Рыбчинского, прогрессирующего, вот этого паренька? Держать легионера, причем с достаточно серьезной зарплатой на скамейке запасных? Ну нафиг нужно. И учитывая то, что теперь будет еще и вот этот Райкович, непонятный легионер на скамейке, спрашивается, как локомотив собирается формировать свой состав. Я до сих пор этого не понимаю. Поэтому хотелось бы напомнить, что еще в прошлом сезоне были слухи о том, что Николич хочет перевести команду постепенно на схему 4-3-3, где будет тройка центральных полузащитников, два фланговых игрока и центральный форвард. И таким образом, здесь, если Миранчуки останутся, будет явный переизбыток российских даже футболистов на этих позициях. Два Миранчука, Рыбчинский, Жамалединов, плюс молодежь рвется в состав, плюс тот же самый Жалулединов, вот этот узбек. Другие футболисты могут подтянуться из молодежного состава. Нам ведь обещали, что из Казанки будут подтягивать перспективных ребят. И где здесь будет играть Камано? Для меня это загадочно. Да, у него есть плюсы в виде универсальности. Он может сыграть на обоих флангах, может сыграть в центре нападения. И в этом плане он, может быть, немножко, скажем так, отличается от Миранчуков, которые являются во многом одноногими футболистами. Один правша, другой левша. И Камано, в принципе, может работать обоими своими конечностями. Но возникает вопрос, даже в этих условиях, что слева, что справа, будут российские альтернативы, которые как минимум не хуже. Зато они с нашими паспортами, многие из них моложе и перспективнее, чем 24-летний Камано. Ставить Камано в центр атаки? Ну да, он провел какое-то количество матчей на этой позиции. Но не скажу, что это были лучшие его встречи, в плане статистики даже это видно. И что еще важнее, не факт, что это подойдет локомотиву. Камано это игрок, который базируется в основном на скорости, на маневре. И для позиции центрального форварда он подойдет только в том случае, если локомотив будет играть в контратакующей манере. Когда центральный форвард Камано получит пространство, где разбежаться, куда уйти и так далее. А в условиях локомотива, который сейчас все больше действует от владения при Николиче, команда резко прибавила в проценте контроля, здесь нужен совершенно другой форвард, который больше будет опираться на игру силовую на втором этаже. Либо это должен быть командный нападающий, который будет создавать много моментов для своих партнеров и так далее. В общем, форвард примерно того же типажа, что и Смолов в последние сезоны. Все-таки Федя, кто бы его как ни критиковал за слабые галеодорские навыки, он и в Сельте получал хорошую испанскую прессу, и хорошие отзывы за то, как он помогает Асфусу, как он поддерживает команду и так далее. И в принципе в России тоже заметно, что он старается работать на коллектив. Джорджевич, например, если он восстановится, он может хорошо работать на втором этаже. Эдер теоретически тоже может неплохо работать вверху, в принципе. То есть если у них пойдет игра, то их можно использовать в качестве силовых нападающих, чтобы в том числе продавливать оборону соперника в позиционном нападении. Камано же не имеет хорошей работы на втором этаже. Он при росте 182 сантиметра выигрывает всего лишь одно верховое единоборство за три встречи. Это очень плохие показатели для его антропометрических данных. Этот футболист хорош на скорости, на маневре. А в центре нападения, играя в команде, которая действует от позиционной атаки, которая много работает вот именно в таком массовом наступлении, большим количеством футболистов переходит на половину поля соперника, здесь нападающий должен иметь другие функции, другие умения. У него не будет пространства. Локомотив не контратакующая команда. Максимум может быть в Лиге Чемпионов. Никорич будет работать в этой манере. И все. В чемпионате Локо в 90% случаев будет больше владеть мячом. И здесь Камано просто затеряется в трех соснах, в защитниках соперника. На рывке он здесь сможет разве что там парочку раз за матч обыграть соперника. И все. А в остальном его будут плотно держать вдвоем, а то и втроем. И таким образом никому никакой пользы здесь не будет. Это, на мой взгляд, неподходящий вариант для использования Камано. В центре нападения он не актуален. На флангах актуальнее, но здесь есть другие варианты, причем российские. Короче говоря, для меня какая-то загадочная ситуация. По-моему, если ей брать легионеров, то нужно брать, наверное, немножко на другие позиции. Ну, например, в центре защиты. За 5,5 миллионов можно было найти неплохого центрбэка откуда-нибудь из Испании, из Италии. Я имею в виду не Райковича, а из серии А можно было найти неплохого центрбэка. Можно было подыскать какого-нибудь интересного легионера-ветерана в центр защиты. Поинтереснее, чем Райковича. Гарая, например, он, по-моему, без контракта сидит. И так далее. То есть можно было найти альтернативный вариант, как потратить 5,5 миллионов. Поэтому здесь, если смотреть на трансфер, как на сферического коня в вакууме, он неплохой. За относительно небольшие деньги получили игрока, который может раскрыться. Но сейчас в тяжелых финансовых условиях можно было потратить эти деньги куда логичнее. И главное, Камано, чтобы раскрыться, нужно постоянно получать игровую практику. Вместо кого он будет ее получать? Вместо Миранчуков? Кого-то из них. Вместо Жамалединова? И даже если сейчас Локомотив продаст того же самого Алексея в Милан или в Аталанту, то здесь Камано может, конечно, его заменить. Но, как мне кажется, логичнее было бы дать шанс тому же самому Рыбчинскому. Рыбчинский сейчас по уровню игры превосходит Камано, который последние полтора года почти что больше фигней страдал, чем играл. Камано не какая-то суперзавезда, которая однозначно усилит Локомотив. Камано – это не топовый футболист какого-то мирового масштаба, который будет стопроцентным укреплением этой позиции. И в условиях нового Ленита, на мой взгляд, это достаточно неоднозначный трансфер. Повторяю, при определенных условиях он может принести пользу. Но это очень сложные условия. Нужно, чтобы он постоянно играл. Нужно доверие наставника. Нужно, чтобы на него так или иначе работала команда. Нужно, чтобы ему давали много свободы действий, чтобы он мог смещаться в центр, бить и так далее. Нужно освободить его от оборонительной работы. Потому что во Франции его постоянно критиковали за слабую поддержку защиты. Что будет тоже проблемой. Учитывая, что на флангах у Локомотива зачастую работают возрастные защитники Игнатьев и Рыбус. И здесь хавбеки должны их так или иначе поддерживать. Миранчуки за последнее время здорово прибавили в плане защитных функций. И за это их многие хвалили. Потому что они поддерживали фланги обороны. Этого делать, скорее всего, Камано не будет. Поэтому здесь, может быть, из него выйдет толк. Только ради этого придется всю игру переекраивать под данного футболиста. И не факт, что в итоге это даже принесет какие-то плоды. Нужно, чтобы все идеально сложилось. И тогда Локомотив получит классного футболиста. Но сами подумайте, каков шанс того, что это произойдет? И нелогично ли было сделать на Рыбчинского ставку? Или на другую молодежь из Локомотива? Да, ведь Кикнадзе и все остальные, они обещали поддержать молодежь, поддержать отечественного производителя. Ну, то-то и смотрим. Райкович, Камано. Великолепные воспитанники Казанки. Что тут еще скажешь? В общем, веселуха здесь творится. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.